Обучение через развлечение. В Доме детского творчества прошел трехдневный семинар для воспитателей и учителей начальной школы. Сказочные лабиринты игры. Педагоги познакомились с авторской методикой Вячеслава Воскобовича, разработчика развивающих игр для детей. Подробности в материале Марии Поповой. Взять, потрогать, сравнить, измерить, сотворить новые своими руками. Все это позволяют развивающие игры Вячеслава Воскобовича. Разработанная им методика учитывает особенности детской психологии. Большинство детей именно так, в раннем возрасте, познают окружающий мир через непосредственный контакт. Это базовые вещи. Это сенсорное развитие, это интеллектуальное развитие, это творческое развитие, это развитие математических способностей, это обучение чтению. Но в основе всего этого развитие психических процессов. Это то, что движет, в принципе, развитием ребенка. А вот в каком виде, какой форме, наверное, особенность – это именно практическая направленность предметная. Ребенок, скажем так, вот замечательное изречение канта, что рука – это то, что растет из мозга. Вот мы реализуем это на практике. Простые, на первый взгляд, игры при подробном изучении оказываются достаточно сложными. Цветные ленточки, фигурки различных конфигураций, направляющие стрелки, головоломки при умелом обращении дают массу вариантов для использования. Специальные обучающие семинары с говорящим названием «Сказочные лабиринты игры» позволяют постичь тайные механизмы метода. Проводит их сам петербургский автор-разработчик игровых комплексов. С этой целью Вячеслав Воскобович уже в третий раз приезжает на Дальний Восток. Встречается с воспитателями, учителями начальных классов. Играть нравится всем. У нас сегодня необычный семинар именно по развитию развивающих игр, развитию детей интеллектуальных и творческих способностей, и мышления, и мелкомоторики, и воображения, как нам сказали наши учители о школе, что дети не умеют воображать. А здесь, сам, говорится, кладется всего этого. На этом семинаре мы много чего сами учимся. Вот проводил Вячеслав Владимирович занятия, заставил даже нас подумать. А потом, когда мы пришли к общему результату, мы сами обрадовались, что, оказывается, мы еще что-то можем, и научить этому детей. Увлекательно, интересно. Ну, что еще сказать. Я очень рада, что к нам такой гость попал в наш город. И очень жаль, что многие педагоги не попали из-за праздников, как сказали нам, да, утренников. Но хотелось бы, чтобы такие семинары прохладились почаще. Эти игры не только развивают малышей. Они стимулируют их творческие способности, интеллект, учат познанию мира. Комплексный подход позволяет охватить широкий возрастной диапазон участников. В развивающие игры могут играть и трехлетки, и семилетки. Главное, что обучение ребенка проходит ненавязчиво, интересно. Ребенок должен играть. Это очень сложно свести воедино. То есть, когда мы превращаемся в учителей, в менторов, и говорим, это надо, то у ребенка идет отторжение. Он должен не подозревать о том, что это надо. То есть, ему интересно. Поэтому активизация непосредственно его деятельности за счет атрибутики, как раз игровой, вот это и есть основа построения. В Хокинском детском клубе «Чудетство» развивающие игры Воскобовича появились более 10 лет назад и выдержали испытания практикой. Веселые, разнообразные, разноцветные игровые комплексы оценили и педагоги дополнительного образования, и родители, и самые главные эксперты – дети. На этот материал мы вышли из печати, с образованием занимались, увлеклись. И у нас педагог Наталья Волошина одна из первых попала на семинар в Санкт-Петербурге, на семинар Воскобовича. И оттуда уже везла все игры для нашего «Чудетства». Благодаря родителям у нас индивидуально для каждого ребенка есть такая игра. В игре незаметно для себя малыш осваивает цифры и буквы, узнает и запоминает цвет, форму, тренирует мелкую моторику рук, совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение. Все это пригодится дошколятам при обучении в школе. Родители, имеющие возможности и желание самостоятельно заниматься развитием своих детей, могут приобрести комплекс развивающих игр для индивидуального пользования. У нас даже в городе Владивостоке есть такой уже магазин, можно будет узнать адрес и купить, и сами даже изготавливают родители. У нас чудес, глядя на наши игры дома, с детьми изготавливали и очень с интересом играли этими играми. Применяйте, используйте, занимайтесь.